Время лучших подкастов. С Виктором мы уже сняли три видео, было одно интервью и два подкаста. Первый подкаст, кстати, с тобой, который мы сняли, пока что лидирует в просмотре. Это Борьба Теснеплантатична. Переходите на предыдущий подкаст. С Виктором это подкаст номер два и какой-то еще, в общем, по фотографиям. По просмотрам. Да. Сегодня просто поговорим. Я знаю, что заметил. Людям не надо давать какие-то конкретные цифры, статистику, какие-то злобные вещи. В основном сейчас больше заходит живое вообще. В принципе, цифры и дата перевариваются тяжело и иногда не особо хочется. Да, я предлагаю смотреть. Я послал тебя в сервере в гости. Пиклы с тобой вдвоем, владельцы фраковых компаний. Уже не один год. Видели не один. Не хочу употреблять снова кризис, потому что часто встречаешь. Когда мое имя упоминают, то министр Геннады говорит про кризис. Сталин Крисис так называют. Опять же, хорошо работает для просмотра. Сегодня, я думаю, многим тоже будет интересно послушать. Я выбираю тему только из деменда интереса людей, если уже они что-то спрашивают. Поэтому, ребята, сегодня мы сделаем маркет-апдейт не только с моей точки зрения. Мне интересно узнать, как у конкурентов дела, которые недалеко от нас. Здесь поражена реферная компания. Конкурент, в скобочках, тоже хорошие друзья знакомые. Потому что конкурент – это не всегда плохо. Очень часто мы друг с другом делимся какой-то информацией, и она хорошо влияет на развитие наших же компаний. Элементарно – это, допустим, сейчас наше сотрудничество с твоим Repair Shop. Наши ребята разбудились. Кстати, случилось столовое видео, которое мы с тобой сняли полтора года назад. После этого я, если честно, не проверяю, какое количество работы делается. Интересно, что это очень долго. Наш Андрей. Он хороший специалист. Я уверен, что там все четко. И по ремонтам тоже. Потому что если Андрею не нравится где-то ремонт, он сейчас сегодня подошел, сказал, у нас новый драг. 25 рублей. Полетел двигатель. Меня это не удивляет. Он не хочет, чтобы он был в Тензе. Потому что, говорит, это будет долго, это будет неконтролируемо. И у него нет контроля за тем, что он это все будет делать. Он горит, чтобы на него привести себя. Я тебе больше скажу. Андрей – хороший специалист, очень хороший. Именно долго внедрялись в его доверие. То есть, очень долго работали над тем, чтобы он стал наконец-таки нам доверять. Потому что он проверял изначально первые рефераты. Первые месяцы он проверял вплоть до парт номеров, что было поменено. Как поменено, как работает и т.д. и т.п. Поэтому работа была, ну, серьезная с ним. И он хороший специалист. Я думаю, что кредит доверия в «Экспресс-шап» вырос только в секунду. А адрес телефона «Экспресс-шап» будет в описании, для тех, у кого риттеры или, в принципе, любой другой трейлер. Ну, нет, это все-таки еда. Трейлера, давай скажем. Именно. Трейлерная работа, но в большинстве случаев это рефераты. Да. Поэтому, то понимаете, чем информация в описании с телефоном и каплиса. Спасибо. Спасибо, Таши. А я предлагаю сегодня просто запомнить, что новинки. Так, например, в последний раз на Бакайске в Венере, мне кажется, и так далее. Многое изменилось. Возможно, они в большую сторону. Я хотел сказать «фу». Да. Ну, интересно. Мне просто… Опять, мы с тобой тоже давно не говорили на эту тему, даже вне подкастов. Поэтому интересно сделать это вот прям в живую. Опять же, то, что сейчас нужно зрителю – это живое общение. Возможно, даже где-то в чем-то поскорее мы не согласимся. Также, да, есть… Хотел обсудить с тобой статью «Стрейтвейс». Я знаю, что ты тоже начинешь практически все. В самом деле иногда скидываешь гибрид новости. Интересная статья о том, что они считают, что дно уже достигнуто. И мы уже от него оттолкнулись. Конец мая. И потихоньку рынок пошел на восстановление. Обсудим эту тему. Мне интересно узнать, как у вас, что с эквейментом, с тратами, с трейлерами, насколько они сейчас доступны. Интересная история есть, расскажу. Два года назад рассказал бы, никто не поверил. А также предлагаю поговорить про банки, про интерстейт, про доцент. Я думаю, что важная тема – это зарплата водителя. На следующий момент элементарно. Я на самом деле не знаю. Забыл. Ты, наверное, говорил, не знаю, сколько у вас зарплата. Да. А по моему последнему видео я так понял, что у тебя есть что мне сказать по электрическим джайбам. Плюс-минус. Плюс-минус. Да. По мне, не особо кардинально, но плюс-минус. Да. И у меня тоже вопрос. И я не знаю, насколько сильно у тебя есть информация по поводу AI в транспортной индустрии. У меня ее очень мало. Мне, допустим, было бы интересно то мнение белкового официалиста в этой области. Параллельно с электрическими тратами, автомобильные траты, мне кажется, это тоже актуальная тема, потому что они уже есть на дороге. Да. Сквозь на кону все больше и больше. Возможно, это не самая пока что идеальная система управления ими, но, скажем, разница между этим и сейчас колоссальная. Возможно, нам стоит чего-то вписаться в следующие еще пять лет. Я думаю, что этого достаточно. На сегодня. Я думаю, что нам не хватило времени на это. Ребята, оставайтесь с нами. Все будет интересно. Все, что я только что назвал. Я думаю, волнует каждого. От вас только одна просьба для поддержки этого канала. Не забывайте лайк, подписка, комментарий. Давай начнем с маркет-апдейта и поговорим немножко о трейдерах. Вот эта статья, которая вышла на Frameways, я ее увидел уже после того, я сам для себя сделал небольшое время по поводу, что происходит у нас. Последние три месяца, начиная с февраль, март и апрель, я прямо с уверенностью сказал, что это были худшие месяцы. Все мои годы именно в том, что я в бизнесе. Не то, что там я занимаюсь передоводителем. Дивительно. И в середине мая рейты не то, что возобновились. Я, конечно, все это мог списать на DoT Week, на RoadChamp, потому что кто-то там остался. Непонятно по каким причинам, но каждый год, когда DoT Week, цены растут. За ту неделю рейты выросли, я подсказал, ну, минимум 30-30 центов за милю. Это первая компания, по крайней мере, у нас. Плюс-милус. Согласен. У нас такого не было. Просто. Большого. У нас был какой-то рост, но не такой. Да. Да. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но рост был. Ну, ты не забываешь, что DoT – DoT, но еще… Это был Memorial Day Rush. Он же в каждом году он происходит, хочешь не хочешь. Вот. Поэтому это интересный момент, который мы сейчас с тобой просто будем обсуждать. После DoT недели оно продолжается. Ни на таком темпе, ни на такие рейты были, но они все-таки лучше, чем уже в апреле. Хорошо. Ты посмотри тогда. Возьми первые два дня после Memorial. Цены очень сильно упали за два дня. Но это всегда после праздника. Правильно. Поэтому говорить, что маркет пошел вверх или вниз, мне кажется, рано еще. Мне кажется, никаких предпосылок на это нет еще. Но можно учитывать то, что он все-таки стал лучше. Правильно? Он исторически лучше. Но исторически май перед праздником и в DoT он всегда исторически лучше, чем апрель, варт и февраль. Но это всегда так было. Каждый год так было. Кроме прошлого. Прошлый год был точно такой же. Он был плохой. Он самый плохой. Не важно. Не уйти в веке. Да. Я говорю, это... Прошлый год это исключение из правил. Ровно так же, как и 2020-2021 тоже исключение из правил. Из всех правил причем. Поэтому упираться на что было в прошлом году, мне кажется, как минимум, глупо. Никаким законам физики или экономикам не подается. Во-вторых, мне кажется, что это дал хороший толчок. Несколько фактов, да. Давай возьмем... Девятый век. Да, одиннадцатый. Это маленький, но он дал толчок. Второй. Это Memorial Day weekend праздничный был, когда люди отдыхают. И там четыре дня, никто не работает. Это тоже всегда так было. Я с тобой согласен на 100%. Да. Прошлый год немножко другой был. Дальше. Цена на Соляру потихоньку, но падает в последние месяцы. По несколько процентов, да. Аж в неделю она меньше, 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 меньше. Да. Следующее. Уже не так холодно, поэтому водители не много. Это тоже плюс. Мы все слышали, что с проблемами даже только в Чикаго, если не брать всю Америку, даже в Чикаго, сколько компаний уже закрылось, какие-то награни, то есть Анатолий где-то немножко, почащик освобождает рынок. Незаметно. Но в целом губности всех этих факторов, я думаю, мы уже остановимся на этих рейтах, которые у нас есть как минимум на сегодняшний день. Сегодня у нас 29 мая. И приближение лет, предвыборный год и более двух лет в таком состоянии, я думаю, что возможно, даже если это не так, то вот лично, на мой взгляд, все свои посылки говорят о том, что мы оттолкнулись, и мы будем медленно, но теперь только двигаться уже вверх, это неправильно, это громко будет сказано. Но он же не будет так, как было. Можно ремарочку сделать, когда ты сказал, не хочу использовать слово «кризис» в том же «freightways», средней паркировки и так далее. Существует вообще понятие, они придумали это, кстати, понятие новое, «the great freight recession». Не просто «freight recession», а «the great freight recession». Это самая большая «freight recession», которая существовала в истории Америки. Я иногда этот подкаст выйдет, а за пару дней до этого уже был у меня лидером. Если сегодня подкаст мы закроем, то три дня или четыре дня было видео на эту тему. «Great freight recession». Очень сильное название. Он официально так и называется? Да, но они придумали. Они придумали? Ну, потому что он самый длительный, то есть «freight recession» были всегда и они всегда будут, но весь вопрос не в дипе, то есть насколько он вниз уходит, а сколько он длится, вот это падение. Вот в чем вопрос. Потому что в каждом году практически каждые два-три года, то есть какой-то «freight recession» происходит, он уходит вниз, но намного короче. А сейчас он прямо длинный, вот такой, прямо серьезный. Это, в принципе, много факторов, которые способствуют этому процессу. Я согласен с тем, что мы ударились прямо все, ниже некуда. Не потому что ему некуда уходить, а из-за того, что если он будет еще ниже, просто исчезнут с рынка слишком быстро многие игроки. И вот прямо очень быстро они умеют. Я говорю про тракт. Как ты сказал в видео, что экономика – одна из проблем, которая создает проблемы для нас. Я с этим не согласен, потому что экономика – это термин такой, если брать официальные цифры, экономика в порядке. Наша самая большая проблема – это то, что… Это смотря на каких… Если демократ слушает, то все нормально. Но на самом-то деле люди тратят деньги, да, но паттерн трат денег кастомеров, он изменился в пользу сервисов, нежели в пользу продуктов. Правильно? Вот это и есть наша самая большая проблема в том, что люди начали тратить больше денег на сервис, нежели на продукты. А почему они тратят деньги на сервис? Не потому, что им хочется более, а потому, что сервисы ставят дороже, а у них печат поменьше. И уже немножко появился страх незнания того, что будет, и люди теперь немножко более бережны. О, естественно. Здесь как бы Уолл-стрит, во-первых, что такое Уолл-стрит? Он отображает настроение, как сказать, population, то есть страны. Да, население. Он отображает именно настроение этого населения, да. То есть если у населения все хорошо, все позитивно смотрят на экономику вперед, они тратят очень много денег, соответственно, компании дорожают. Если население очень консервативно смотрит на экономику, они боятся завтрашнего дня, они сегодня перестали тратить денег, тратят только на их нужды поседневные, или же наоборот, у них нет денег тратить экстра, то вот и Уолл-стрит падает. У тебя сейчас происходит такое непонятное, что и люди не тратят, и Уолл-стрит поднимается. То есть такое чуть-чуть непонятно. А как у тебя? Вот, например, если взять, для примера такой грубый пример, два года назад, год назад и сегодня, изменился ли паттерн лично твоих действий, я не скажу тратить, а в распоряжении средствами, как компанейскими, так и личными. Стал ли ты тратить меньше, или стал ли ты более аккуратный с тем, на что ты тратишь? Надо оно тебе. Давай скажу так. И если у тебя такой небольшой страх, страх мы в кавычках возьмем, да? Мы не будем, это страшное слово. Да. А если у тебя такое, что ты вот не знаешь, что будет дальше, поэтому вот ты хочешь... Чувство уверенности в завтрашнем дне исчезло. Честно. Нет такой большой уверенности, что завтрашний день принесет что-то хорошее, да? Мне кажется, в жизни любого предпринимателя, и это, в принципе, неправильно, но, к сожалению, так оно происходит в жизни каждого предпринимателя, или владелица компании, или бизнесмена, не знаю, каждый называет, как хочет, она все-таки напрямую связана с жизнью компании и с финансами компании. И если в компании все плохо, соответственно, и твои личные паттерны меняются, естественно. А если они не меняются, если ты продолжаешь жить так, как ты жил три года назад, скорее всего, тебя здесь не должно быть. Или уже нет. Или уже нет. Поэтому поменялось, конечно, поменялось. Но поменялось, но не на 180 градусов. Не так кардинально, как думается. Но поменялось. Ну вот давай, знаешь, для того, чтобы поменять, насколько поменялось. Когда ты идешь в магазин, ты смотришь, сколько стоит твоя телега с продуктами? До сих пор нет. До сих пор нет. Я здесь такой же. Жена у меня до сих пор, она знает, сколько где стоят помидоры. Яйца, молоко. Нам повезло с нашими женами. Это не важно вообще, сколько там компания приносит. Она может тебе сегодня сказать, где какая цена до цента. Потому что ей это интересно. У меня точно так же. Нам повезло с женами. Да. На самом деле. Но все равно это не как, я соглашусь с тобой, у меня то же самое. То, что в корзине, пока что никак не повлияло на отношения в трате денег. Даже я согласен, что сегодня все стоит намного дороже, чем, скажем, мне надо было 5 или 10 лет назад. Да. Сейчас один трип в Костко, те, кто в Америке, я думаю, согласятся. Ты, если ты пошел туда, например, с женой и у тебя есть дети, спокойно можно выйти из Костко с двумя телегами на 800 долларов. И это пару, несколько, ну не несколько, ну как минимум два раза в месяц ты, наверное, только туда заходишь. Я не говорю про другие какие-то магазины, которые тоже, в принципе, ну они необходимы. Хочешь не хочешь, да. Да. Хорошо, перейдем на другой немножко левел. Когда ты смотришь на покупку, например, машины, мы же меняем, правильно? Да. В среднем кто-то два года, кто-то год, кто-то три, кто-то может пять лет ездить. Сколько ты вообще на машине в среднем ездишь? Вот если взять, не брать критические там годы или когда… Три года. Три года, да, средняя? Да. Как ты смотришь на… Поменяю ли я скоро машину? Да, например, если ты будешь менять машину, ты будешь смотреть на бюджет уже, либо ты сделаешь, ты купишь машину, которая тебе нравится, и ты не посмотришь, что она там на 50 тысяч долларов. Давай скажем так, раньше я бы купил машину, которая мне нравится, а сейчас бы я ее тоже бы купил бы, но если это было бы выгодно. Вот и все. Это не то, что если машина станет дешевле, но если продажа нынешней машины будет иметь смысл. Понимаешь, в чем я? То есть, значит, ты уже поменял. Да. Если раньше я бы продал ее в минус, и мне на это было бы глубоко… А на сегодняшний день мне не все равно. Если там большой минус, или в принципе если минус вообще, то скорее всего я бы не поменял сегодня машину. Поэтому я и говорю, да. Поменялся ли у меня паттерн траты денег? Да, поменялся. Сто процентов. Но… И в семье тоже. Но не на поседневные нужды. Нет. И такой третий левел, да, многим будет интересно и про меня тоже, наверное, узнать. Я не считаю, что это плохо, да, потому что мы все работаем для того, чтобы стать более успешными и позволять себе какие-то, скажем, вещи, да. Игрушки. Лакшери. Игрушки. Возьмем, даже про машины мы поговорили. Что-нибудь из разряда, например, часы, возможно, там, квартиры, дома где-нибудь, лодки, мотоциклы, что-то из этого. Вот на сегодняшний день, скажем, два года назад, я могу тебе так сказать, я мог спокойно пойти и купить себе там часы за 50-80 тысяч долларов, которые тяжело было найти на рынке. Но, опять же, здесь все relationship, да, где-то они есть, где-то лучше, где-то хуже, находили. Никогда не переплачивал по рыночной цене, ничего не покупал, все от дилера. То же самое, например, там, с другими предметами роскоши. А сегодня, мое такое, вот мой взгляд на это, мне оно не надо. Вот я хотел сказать, все, что хотел тогда, тогда купил, а на сегодняшний день мне что-то даже и расхотелось что-то покупать, понимаешь. Все такие хотелки твои приходят с своими возможностями, мне кажется, у зрелого нормального человека, да. Если ты понимаешь, что ты можешь себе это позволить, то оно тебе и хочется. Если ты понимаешь, что ты не можешь себе этого позволить или оно тебе не надо, то и ты этого не хочешь делать. Поэтому могу ли я сегодня купить то, что покупал позавчера? Конечно же, нет. Даже близко к этому не могу подойти. И даже дело не в том, что есть у тебя эти деньги на счету или нет. Дело в том, что есть… Приоритеты чуть-чуть меняются. Приоритеты. И, как я сказал уже, уверенность в завтрашнем дне исчезает потихонечку. Поэтому для того, чтобы эта уверенность как бы пришла обратно и так далее, нужно менять приоритеты. И нужно менять вообще в принципе сознание и взгляд твой на бизнес, и на жизнь, и на траты и так далее и тому подобное. Поэтому нет, игрушки сейчас мы себе не покупаем. Когда придет время, тогда и купим. То есть маркет пока что у нас не позволяет нам делать то, что мы бы хотели. Я тебе скажу по-другому. Маркет нам по-любому позволяет жить хорошо. И на это грех жаловаться. Тут соглашусь. Поэтому ты посчитай, что как минимум несколько миллиардов людей хотят жить как мы. Поэтому жаловаться грех, но жить как жили три года назад – нет, не живем. Вернемся, мы чуть-чуть отклонились. Мы всегда с тобой отклоняемся, серьезно. Уходим куда-то в небо. Про часы уже поговорим. Сейчас кто-то говорит, жалуется, что в минус работают. А почему жалуются? Давай обсудим это. Что значит жалуются, что в минус работают? Нет, я говорю, как говорят. Амазон 12 лет работал в минусе. Не смотри, я не жалуюсь. Я говорю, у меня есть присутствие на медиапространстве. И я здесь просто делюсь информацией. Не много таких людей есть. Я и говорю в поддержку. Ты не жалуешься. Ты просто говоришь, да, мы работаем в минусе. А что в этом такого? Говорит, мы тоже работаем в минусе. Мы уже начинаем почти третий год работа в минусе. Жалуемся. Констатируем факт. Понимаешь, для многих людей говоришь, что работаем в минус – жалуешься. Говоришь, что работаешь в плюс – хвастается. А что говорить тогда? Работаем в ноль – процесс ради процесса. Ну что говорить тогда? Поэтому здесь нет жалобы, в принципе. Говоришь, как оно есть. Но минусы. Мне нравится об этом говорить, потому что тогда люди начинают говорить какое-то свое мнение. Я услышу другое мнение. От этого появляется какая-то информация, от которой ты можешь элементарно посмотреть, где ты стоишь на сегодняшний день по отношению к другим. Поэтому я все равно буду продолжать это делать. Я наоборот наращиваю обороты присутствия здесь. Кстати, ребята, продолжается у меня мой англоязычный канал. Ссылочка будет в описании, поэтому ваша поддержка поможет. Там у меня уже есть целый список гостей, которые потихоньку приходят. Мы записываем и запускаем эти видео. Также это будет полезно для вас – учить английский язык вместе со мной. Потому что я знаю, что нам, иммигрантам, у кого английский язык не первый, проще понимать друг друга. То есть у меня английский язык не идеальный, сразу говорю. Я учусь до сих пор и запустил я этот канал. Одна из причин для того, чтобы его улучшить, а улучшить его можно только практикуясь лично. И вот такие полуторачасовые, двухчасовые разговоры с носителем, они помогают мне и, надеюсь, помогут и вам. Ты знаешь вообще, что английский язык, это мне еще запомнилось со школы, учится в первую очередь ушами. Неправильно там записывать и так далее. Вот первые семь лет, кажется, или восемь лет моей школы у меня учительница была. Кстати, она даже и книгу написала в Молдове, как учить правильно английский и так далее. Она здесь в Америке училась, она довольно-таки хорошая. У нас не было тетрадок на английском языке вообще, потому что она сказала, что английский учится ушами. Поэтому первый урок, как учить английский, это слушать. Поэтому вот это как бы многим людям помогает сильно, но выучить английский, это послушать подкасты. Соглашусь с тем, что первый урок. Потому что просто слушая, ты потом попробуешь что-то сказать, и у тебя не получится. Не, ну это с чего-то надо начинать. И вот начинаешь с этого. А потом уже, конечно же, естественно, профессионалом не станешь, просто слушай Дениса. Но это первый такой серьезный шаг, который... Я тебе даже признаю, что я последние три месяца у меня... Это первый раз, наверное, за вот эти 18 лет в Америке. У меня есть преподаватель по-английскому, я с ним занимаюсь три раза в неделю. Не скажу, что я прям стал лучше говорить, но я думаю, что если я это буду делать, например, следующий год, два или три, то тогда результат будет. И почему я это упомянул? Потому что одно из того, что мы там проходим, как она это объясняет, это американка, учительница уже в таком хорошем возрасте, не 25 лет. Она говорит, что... Ты же как раз в Pornhub хотел... OnlyFans. А, да, да. Да, она объясняет то, что английский язык — это вокальный язык. То есть она приводит пример, что у каких людей получается говорить на английском лучше? У людей, которые поют, потому что они воспринимают звуки, они правильно умеют расставить интонацию, и английский язык — это про интонацию. То, как ты скажешь букву А, О и другие буквы, оно уже делает тебе акцент, оно его улучшает. Поэтому если ты петь не умеешь, то и английский у тебя тоже не очень хороший будет. Моя жена послушает подкаст и будет смяться, потому что я просто очень, ну очень плохо пою. Прямо я могу разрушить любую песню, но на английском у меня получается довольно-таки неплохо. И с акцентом у меня очень хорошо, если честно. Потому что ты поешь? Вот именно, что я не пою, я не умею петь, я могу разрушить любую песню. Но ты же говоришь, что на английском языке у тебя хорошо получается петь. Да, но я не пою, вообще не пою. То есть я не умею петь, у меня... Знаешь, какой совет еще дам? Давай. На своем опыте. Петь в душе? Не в душе, нет, а в машине. Да нет, спасибо. Нет, но не самому, конечно. Смотри, это нужно делать для того, чтобы оно приносило... Я буду петь, подушка взорвется. Безопасности нет. Нет, смотри, я когда еду в машине с детьми, мы часто ездим на плаванье, в школу, еще куда-то. Это как минимум 15 минут куда-то в одну сторону. И дети, они еще маленькие, они веселые, они что-то там... Свои песни, Тейлор Свифт сейчас номер один. И они их постоянно поют, они знают все слова наизусть. Поэтому мы, когда с ними проводим время вместе, я вместе с ними этим занимаюсь. Денис Панев поет Тейлор Свифт песни, запомните. Но ты удивишься, насколько сильно ты по-другому начнешь воспринимать английский язык, когда ты в песне будешь читать эти слова и подбирать такую же интонацию, которая, скажем, у артиста. Я не умею. Я пробовал, я пел, и дети со мной не общались после этого недели. Нет, спасибо. Спасибо, я не буду. Я чуть семью не потерял из-за моего пения. Мы с тобой заговорили за трак-маркет, пришли к часам, и сейчас мы про пение в машине на английском языке. Не могу я петь, спасибо. Но учите английский нужно, и это хорошо. Так что, ребята, подписывайтесь на Денис Панев англоязычный канал и учите английский вместе со мной. И подпевайте тоже. Давай вернемся к нашим. Да, смотри, да. Март. Февраль, март и апрель, как мы уже сказали, я так вижу, что это были самые худшие месяцы, но основываясь на этих моментах, что я уже сказал, Диоти Вик, Мемориал Дэй Уикенд, солярка дешевеет, компании закрываются. Что еще там происходит? Ну, июнь тоже будет хорошим месяцем, потому что это всегда пуш перед четвертым июлем, поэтому это тоже нельзя брать в расчет. Потому что, если ты возьмешь, посмотришь чарты всех пяти лет, допустим, которые Freight Waves ведет, потому что у них там пять лет только, по сути, вот эти чарты. Там тоже показывают, каждый май идет вверх, каждый июнь идет вверх. Можно ли мы сказать, что мы вышли из The Great Freight Recession? Наверное, нет. Начали? Не согласен. Первый шаг? Нет. Я согласен, что мы hit the bar, то есть я согласен, что мы дна достигли, но я не уверен, что мы начали двигаться вверх. Мне кажется, что мы все-таки двигаемся по нормальному течению, как оно было всегда. Но мне кажется, что нет еще никакого роста. Я тебе скажу просто вот такое natural feeling, да? Как это сказать? Да. Природное чувство, что когда я приходил на работу в февраль, март и апрель, я думаю, это даже по моим видео было записано, мне, кстати, много ребят писали, что я очень плохо выгляжу. На самом деле состояние было не самое лучшее, потому что ты постоянно об этом думаешь. Ну конечно. И оно как бы ты там не хотел, оно отображается на тебе визуально, потому что элементарно недосып, стресс, ты постоянно мысли у тебя об этом, потому что о чем тебе еще думать, когда ты приходишь на работу, а у тебя помимо проблем, у тебя еще минус идет практически на каждом грузе. Я тебе больше скажу, если ты не стрессуешь по этому поводу, значит, с тобой все это не то. Человек, значит, не тем занимается. К чему я это веду, что те компании, включая нас, которые прожили февраль, март и апрель и последние там пять лет, например, да, и больше, ну хотя бы пять лет, на сегодняшний день я уверен, что многие сейчас немножко порозовели, немножко начали больше улыбаться, а просто потому что, не потому что рынок восстановился или восстанавливается, а потому что последние три месяца было так плохо, что сейчас любое улучшение, оно все равно дало немножко воздуха, дало немножко настроения и думая о том, что вот эти все факторы, опять же, предвыборный год, лето, июнь, да, и та-та-та-та-та, мы пошли дальше. Оно дает тебе как минимум надежду, да, такую сильную, да, причем, которая чем-то на что-то опирается, что оно продолжит подниматься. Вот я думаю, что летом… Человек вообще, в принципе, должен жить надеждой, поэтому я согласен. Я думаю так, мне так хочется. Вот это правильное уточнение. Мне так хочется. И я предполагаю, что июнь, июль и август будут какие-то спады там до 4 июля, потом после 4 июля, да, у каждого там свой трейлер, там рифер, драйвен, но я думаю, что мы где-то будем 2,40 плюс ездить в среднем. Не думаю. Ну ладно, это мое мнение. Знаешь, существует одна такая теория интересная, которой я склонен верить. Мне очень она нравится. Я ее обсудил с некоторыми людьми, которые чуть умнее меня в разы, и она им тоже нравится. Ты отчасти ее упомянул в прошлом твоем видео, но звучит она примерно так. Когда мы будем потихонечку приближаться к выборам, и большие бизнесы поймут, что Трамп выигрывает, да, сейчас еще пока непонятно. Да, он пока что выиграл то, что он выиграл. Столько всего может еще измениться. Вот, я говорю, сейчас еще непонятно абсолютно. Сейчас тебя тоже трампистом назовут в комментариях. А я являюсь таким, поэтому пусть называют, как хотят, я конкретно за него. Но не суть. Я по-другому. Одна из паласи Трампа – это тарифс, то есть это налоги на импорт, да, большие налоги на импорт. Так вот, большие бизнесы, большие дистрибьюторские центры, захотят обезопасить себя перед тем, как Трамп войдет в офис и закажут огромное количество продукта. Им это разрешает, а финансы, то есть у них, они избавились от своего кредита за последние несколько лет, то есть у них кредитный баланс маленький, потому что они наполнились, они распродали все, и они сейчас все держат на минимуме, то есть у них кредитный баланс это позволяет. Б. Они никогда не позволят себе потратить на 25% или 30% больше на это, потому что им запретят это наложить на кастомера. Им просто это запретят, поэтому это будет серьезнейший минус для них – миллиарды долларов. И поэтому существует такая теория, что если они поймут, что Трамп не остановит процесс того, что Трамп войдет в офис, зайдет в офис, то они закажут огромное количество продукта, которые у них есть и пустые вархаусы, и кредитоспособность, и все, что хочешь, и траков куча. Я думаю, что это пункт. Можно добавить вот все вот эти совокупность факторов, которые также будут подкреплять мою теорию, не важно, моя не моя, просто мое мышление – то, что летом, я думаю, что будет получше. Причем получше не просто чуть-чуть, а будет… Ты констатируешь тот факт, который происходит, хочешь не хочешь. То есть из всех кризисов мы всегда выходили. То, что из этого мы выйдем тоже – это факт. Нет, ну прошлым летом не было такого. Конечно. Прошлым летом мы как были в мае, так прошел весь июнь, июль и август. Хотя тот же Memorial Day, тот же D.O.T. Week, тоже лето, и так же компании закрывались. И опять же, я повторюсь. Прошлый год был исключением из правил. Я так думаю. Вот прямо серьезным исключением из правил. Тоже так же, как и было три года назад. Поэтому выйдем ли мы из кризиса этим летом – сомневаюсь. Но к осени… Нет, мы из него не выйдем. Я говорю о том, что станет лучше. Но 2.40, я тебе скажу, что никакого кризиса по 2.40 не может быть. Если у тебя в компании 2.40 – это кризис, мне кажется, бизнес просто поставил неправильно. Потому что 2.40 – это должен быть плюс. Нет, поэтому я и говорю, что 2.40 – это поможет компаниям. Конечно. Слушай, если мы будем работать 15 лет подряд по 2.40, я буду самым счастливым человеком в мире. И мне не надо ни 2.70, ни 2.90 и ни 3.50, честно. 2.40 вот хватает, чтобы можно было покупать себе часы. Главное… Есть одно «но». Да. Мы эту тему затронем, эту бумажечку, которую ты принес. Главное, чтобы в компании по 2.40 не ездили траки, которые мы с тобой рассмотрим немножко позже в этом подкасте. Это уже другая проблема, о которой надо будет поговорить. Да. Это электрические траки. Ребята, электрические траки. Я, допустим, в одном из своих прошлых видео говорил вам свое видение. Я не могу знать, как все будет. Опять же, это мой канал. Я здесь говорю свои мысли. И не должно быть такого, что кто-то должен быть всегда со мной согласен. Наоборот, Витя, мне кажется, только поэтому и пришел на подкаст, потому что он послушал видео и позвонил мне, говорит, давай, ставь микрофон, я сейчас приду и буду тебе факты предоставлять, почему ты неправ. Ну, поговори. Мне интересно. На самом деле, я люблю быть неправ. Когда люди мне могут, например, открыть глаза на что-то, и оно мне поможет. Спасибо. Хорошо. Да. Вернемся к тракам. Давай про маркет поговорили. Что вот у вас с компанией… Вот мы с тобой когда разговаривали в январе, ты говорил, сколько вы планируете добавить траков. Ты можешь напомнить, какая это цифра была? Мы должны были дойти до 175-200. До 175 мы точно доходим. Тире 200, скорее всего, нет. Но 175, да. То есть по плану все идет? Все идет по плану, просто план херновый. Но все идет по плану, да. Я попрошу… Извините. …Ваню, монтажера, чтобы он прямо здесь цитаты это сделал. Все идет по плану. Просто план херовый. Просто план херовый. Я реально говорю. Ты знаешь, я думаю, многих людей сейчас они все по такому плану работают. Мы все живем по этому принципу, да. Даже мы. У нас все же абсолютно… И может это глупо то, что мы делаем, а может нет. Не знаю. Время покажет. Все, что мы заказали, все берем. Давай так скажем. Что происходит? Я тоже сейчас расскажу, как у нас. Но с траками, которые вы заказали, да? Они приходят вовремя с задержкой? Абсолютно все. Вовремя, да? Вообще все вовремя, честно. Цены меняются? Ну нет. Все, что я подписал за ту же самую цену я покупаю. А если бы ты, например, сейчас захотел купить больше таких же траков? Да. Которые… Юнатка Мериту, да? То, что ты на них не подписался. Да, да, да. Ты бы мог дешевле их найти? Как ты думаешь? Или, может, ты знаешь? Я думаю, да. Я уверен, что да. Я уверен, что я покупаю чуть дороже. Не знаю, насколько вот это слово «чуть», я не знаю, насколько оно серьезное на сегодняшний день. Я слышу сейчас от многих разные цены. Ну точно так же, как и когда-то три года назад люди покупали тысяч на 30, на 40 дороже, чем я покупал. А сейчас я, возможно, покупаю на 10 тысяч дороже, чем кто-то другой. Ты думаешь, прямо на 10, да? Я не знаю. Я так условно сказал. Я не знаю. Я не знаю, за сколько другие люди покупают. Потому что мы давным-давно уже перестали обсуждать такие темы с друзьями, с ребятами и так далее. Мне неинтересно, за сколько ты покупаешь. Честно тебе говорю. И мне неинтересно говорить, за сколько я покупаю. Я покупаю ровно за столько, сколько я могу позволить себе потратить на этот рак. Окей. Как с трейлерами, с реферами? Что вы делаете? Мы покупаем все. Опять же, сколько заказали, столько покупаем. Проблема в том, что они не падают в цене. Мне кажется, рефераты – единственный вид трейлеров, которые не падают. Не упал. Я соглашусь. То есть, упало, возможно, у того, кто покупал за 105, он упал до 93. Ну, грубо говоря. Или 90, да. А те, которые покупали за 90, так и покупают за 90. Ну, или там 87 или 86. Последний раз, когда я квоут брал, это было где-то два месяца назад. Я не буду говорить конкретно. Термокинг, керриер, какой-то C600. Средняя цена – 90 тысяч. Да. Так сейчас и есть. Ну, конечно, цена разнится сильно от юнита. Какой юнит? Потому что C600 и 7500 керриера, они уже никому не интересны, потому что они… Not compliant. Not compliant to California starting this year, то есть с этого года. поэтому они 1000 на 5 дешевле. Или даже на 7 дешевле, чем S600 или 7700. Ты слышал уже, что в Калифорнии это все прям активно работает? Наш трак уже… Наш тоже. Наш тоже. Мы поставили эти датчики. Да. Ты знаешь, да? Нам поставили тикет. Но это, наверное, еще не тикет. Это не тикет. Вы должны что-то исправить. Так мы после этого получили лицензию. Уже получили? Да, мы получили лицензию. Мы в процессе еще пока. Мы уже его получили. Мы имеем сертификейшн от Калифорнии. Carb compliant. Мы можем делать Carb. Кстати, это хорошая… Ребята, если кто-то не знает, кто ездит на Рифере в Калифорнию, то есть даже не на Рифере, на траке. Траке. Да. Сейчас на въезде в Калифорнию везде стоят датчики на выхлоп. То есть вы когда заезжаете на траке… На Вейстейшне. Да, на Вейстейшне. Над вашим траком будет стоять датчик, который считывает выхлоп из вашего трака. И даже если у вас трак 24 года, но он не Carb compliant, и они тест делают, что повышенное число выхлопных газов, автоматически делается фотография, и вам приходит письмо на компанию, что если вы не исправите там что-то… Да. Мы сейчас, кстати, поговорим об этом. Так как ты уже лицензированный, расскажешь детали. Мне лично, ну да. Да, вам за трак… Вот, допустим, 24 года трак наш, который проехал, если мы не исправим, 5000 долларов надо будет заплатить. А там процентное соотношение, то есть еще не такой плохой выхлоп был. Что говорить, если проедет трак какой-то там 2010-2012 года. И для того, чтобы ты смог дальше ездить, нужно пройти эмиссион-тест сделать. Правильно? Да. Да. Два раза в год. Но это может сделать только специальный, лицензированный по новым каким-то правилам и стандартам человек или компания, или можно у себя в компании кого-то из механиков обучить, чтобы он получил лицензию, и только тогда не надо будет платить. У нас шоп-менеджер. Уже получил. Мы получили лицензию, мы сделали эмиссион-тест этому траку, нам показало, что надо было поменять, мы поменяли это, сделали заново, отправили в Калифорнию. Все нормально. Проблема исчезла. А для аутсайд-кастомера вы делаете это? Делаем. Стоит денег, я не знаю, правда, сколько, мы еще не обсуждали, но делаем. Я не знаю, вы приезжайте, а там разберемся. Зависит, кто на чем приедет. Раньше же так оценивали людей. Приехал на Mercedes – тебе 300. Приехал на чем-то другом – тебе 150 пойдет. Поэтому не знаю. Я знаю, сколько другие берут. Я знаю лично человека, который это делает, он берет 250 долларов за инспекцию. Это как диагностика, инспекция просто чтобы… Нет, это конкретно ты проходишь у него эмиссион-тест. Ты у него в шапе проходишь эмиссион-тест. За этот 250 долларов он тебе дает стикер. Мы еще никому не делали, мы сами себе только делаем пока что. А ты думаешь, много людей уже шапов, репейр шапов получили такую лицензию? Два. Два. Которых я знаю. Которые дел… Сколько их получили для своих флитов, я не знаю. Не, но для флитов, я думаю, сами… Многие. Мы разберемся. А для остальных я знаю два места, которые так делают. Я лично знаю, может их больше. Но я лично их знаю. Ребята, очень… Калифорния… Да. Чем дальше, тем… Так от этого и начинается вот разговор с электрическими траками из-за… Вот они же как бы и приходят с новыми идеями и так далее. Давай тогда сразу, мы уже просто второй раз затрагиваем, раз мы говорим про траки. Твое мнение и вот, допустим, та информация, с которой ты пришел, просто поделиться о электрических траках. На сегодняшний день, в 2024 году, все производители траков, на сегодняшний день, все траки, которые продают в Калифорнии, 5% этих траков уже должны быть электрическими. Это уже закон. Это не то, что там когда-то будет. Это мы говорим про производителя или про компания, которая покупает траки? Нет, 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 нет. В этом и вся загвоздка. Это только… Это закон отображается только на производителе, на OEM, на производителе. То есть, я компания Kenward, да, Kenward of America или там Volvo of America. Я продаю в Калифорнии, допустим, условно говоря, 100 тысяч траков. Из этих 100 тысяч траков, 5% я должен продать по закону электрический EV. Кому я продаю… Если нет, то, скорее всего, будут какие-то штрафы для производителя. Нет, нет. Ну, если нет, там даже не рассматривается. А, то есть… Там даже нет такого, что если нет. И не будет, если нет, потому что… Это уже на сегодняшний день это проактивно, да? Это уже закон, это уже работает, то есть в Калифорнии компании уже покупают электрические траки. Добровольно. Ну, как это работает? Ты идешь в компанию Alville, тебя по закону никто не может заставить пока что их купить. Просто не продадут другая. Но компания Volvo скажет, хочешь 100 траков? В Калифорнии сейчас 5%, но nationwide в 26 году это будет уже 9%. Вот я могу даже почитать. 9% это… ой, извините, 10% semi-trucks всех проданных траков и 13% всех straight-траков. То есть, straight-траки тоже входят в количество вот этих траков. И вот на сегодняшний день первый штат от Калифорнии. С 2026 года список траков, которые входят в это – Колорадо, вся Канада абсолютно, Connecticut, Delaware, Гавайи, Мэйн, Массачусетс, Мэриланд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Норф-Каралайна, Орегон, Пенсилвения, Вермонт и Уашингтон. Вот эти 17 штатов. Ильиной пока что нет. Нет, Ильиной в 27-м входит. Вот в этих штатах все производители траков, которые захотят продавать траки, они должны будут 10% всех траков продать электрически. То есть, скорее всего, это уже будет конкретно, например, какие там компании-кастомеры, если вы делаете заказ, ты не можешь сделать заказ, не сделав 5-10% электрических траков. 10%, но здесь есть загвоздка. В чем она состоит? Компания «Алвилл» купит, условно говоря, 100 траков за год. Условно говоря, да. 10% – это было бы 10 траков. Да? Я пойду и куплю один трак. Да? Что мне продадут, дизельный трак или электрический трак? Естественно, дизельный. Мой друг Иван Грозный пойдет и купит еще один трак. Дизельный. Правильно? Его не могут заставить купить. Правильно? Но, давай возьмем статистику официальную, что в Америке 10%, то есть, давай скажем мне по-другому, 90% компаний имеют меньше 10 траков в компании. Правильно? Такая цифра. Соответственно, все покупают по 1, 2, 3 трака. Не больше. Да? Давай делаем теперь математику. Из этих 10%, которые продадут «Алвиллу», вот эти 10% перейдут в 15% или в 17%. Потому что они другим не могут продать. Они другим не могут продать. А производитель обязан продать 10%. Это по закону. Незакон такой. Здесь ничего не сделаешь. Поэтому, и здесь самая большая проблема, это в том, что это только day cab. То есть, это локальные траки. Не OTR, не over the road, не sleeper trucks, как они их называют, а day cab. Теперь вопрос, что делать со столькими day cab. Я сегодня задал… Если тебе они не нужны. Я сегодня задал этот вопрос Volvo. И говорю, I don't need a day cab. Мне он не нужен. Они мне сказали, хочешь продолжать делать бизнес? Найди бизнес для локальных траков. По-другому ты бизнес делать не будешь, начиная с 27-го года. Вот тебе. И, соответственно, я заказал себе электрический трак. Вот я пришел. Официальные даты. Вот это наш с тобой дилер. Вот. CET Trucks. Это наш дилер. Kenworth. Для компании US Freight Lines. То есть, для нашей компании. Был создан этот трак. Ничего мы сверхъестественного в этом траке не поставили. Никаких там LED-телевизоров или там не знаю что. Это просто обычный day cab. Вот его финальная стоимость. 737 799 долларов. 738 тысяч. Ребята, кто из вас готов сегодня? Это сегодняшняя цифра. Заплатить за трак. 738 тысяч. После всех этих там, как ты говорил, консессионов. Да, дилер консессионов. 500 тысяч долларов. Он дойдет, они сказали, 450-500, зависимо. То есть, он, ну скажем, грубо говоря, 500 тысяч долларов. И ты хочешь, не хочешь, ты обязан его купить. Тебе по-другому другие траки не продадут. Но. На этом еще не закончилось все. На сегодняшний день. А, я хотел еще, знаешь, что показать? Я хотел еще показать, сколько стоит батарея на этот трак. То есть, мотор электрический стоит 262 тысячи долларов. Просто электрический мотор. 262 тысячи долларов. 262 тысячи долларов. Вот. 262 и 506 долларов. А батарея сама по себе стоит 240 тысяч. Только батарея. И это официально от дилера. Это не то, что мне какой-то Вася Жор рассказал. Это реально так оно и есть. Вот это заказанный мною трак. Вот на сегодняшний день. Иди заплати, и ты возьмешь этот трак. 500 тысяч долларов. Вот его стоимость реально 738. Это лист прайс, они так называют. Ну, это еще не все. Это еще не все. Это еще не все. К этому все. Ты должен купить чарджер. На офис компании, правильно? Ну, где ты его будешь заряжать? Тебе надо купить чарджер. А, потому что это Daycap. Это Daycap. А, ребята, это мы про Daycap говорим. Это даже не Over the Road. Это локальный трак. Трак 750 тысяч долларов. Угадай. Вот как ты думаешь? Как Rolls-Royce Phantom. Купил себе за 500 тысяч долларов трак. И как ты думаешь, какой у него радиус? Ну, 50 миль, я думаю. Нет, 175. Он 50 может в херовую чикагскую погоду, да. А так 175. Ну, я говорю 50 миль по той причине, что у меня тоже был такой разговор с кем-то из представителей Volvo, которые тестировали трак. Трак, который электрический Daycap, 90 миль. Поэтому, если мы в Элджине себе здесь такой поставим, то ты, допустим, сделать delivery в Чикаго и вернуться уже не сможешь. Ну, они говорят 175. Давай все-таки мы им поверим. Это Kenward, да. Мне кажется, это идет одна и та же батарея будет на Kenward и на Volvo. Одна и та же. Потому что даже мотор здесь электрический от компании Meritor идет. Не Kenward или не Volvo. Но надо заказать себе чарджер. Знаешь, сколько стоит чарджер? Удиви меня. 85 тысяч долларов. Один. Один чарджер. Один чарджер заряжает два трака одновременно. Чтобы установить один чарджер, стоит от 20 до 30 тысяч долларов. Просто установка этого чарджера. То есть 100 тысяч? Все вместе? Да. И потом еще и за электроэнергию. Погоди. Но тебе под это нужно поменять все электричество в билдинге. Там другое электричество идет. Не то, что другое. Надо поменять этот мейн. Я не электрик. Я не знаю. Они мне сказали просто вот надо повысить как-то вот эти фазы или вольты или что там у них. Короче, надо электричество еще поменять. Нам сейчас помогут. У меня, я уверен, здесь есть ребята, которые по электрике меня еще обосрут, что ничего не знают. Это нормально слушать. Надо критику воспринимать хорошо. Ребята, напишите, как это правильно сказать, когда нужно электрику поменять. Извиняйте, да. Чего не знаю, того не знаю. Поэтому да, это будет очень-очень дорого. А прикиньте, тебя заставят на твой флит, тебя заставят купить 15-20 таких траков. Там 2.40 не поможет уже. Вот. Поэтому я говорю, 2.40 на сегодняшний день это прикольно. Я даже разговаривал с ребятами, я говорю, кто не успел обанкротиться сегодня, он точно обанкротится послезавтра, потому что ни одна компания нормальная не сможет потянуть такое. Какие у тебя мысли по этому поводу? Вот ты уже переварил эту информацию, наверное, пару Я еще не успел переварить ее еще. Я еще думаю об этом. Нам надо с ребятами встретиться и поговорить. Потому что... И опять же, мой вопрос, что делать с декабами? Вот что с ними делать? Это же... Найди бизнес для них. Ну, это еще одна головоломка. Надо найти этот бизнес для этих декабов. Так это его нужно всем теперь найти этот бизнес, понимаешь? Ну, всем большим. Я думаю, ты найдешь. Ну, а теперь представь, что нам надо найти и еще нескольким тысячам других компаний только в Чикаго Эрии. Да. Это пока что еще здесь Иллинойс туда не входит в 26-м году. Ну, 27-й год. Сейчас многие скажут точно так же, как, наверное, я сказал и ты сказал, что электрические траки это очень-очень далеко. Я тот же вопрос задал. То есть, а хорошо, ну, будут они типа теоретически продавать там по 10% и так далее. То есть, нет. У этого вот процесса есть остановка в штате Калифорния. А, соответственно, если они приняли этот закон по процентам, да, в 2024-м, а Иллинойс в 27-м, ну, вообще вся Америка в 27-м, соответственно, там так же будет в разнице там 2-3 года. В штате Калифорния не останутся дизельные траки, локальные траки до 2039-го года. 2039-й год – это последний год, когда продастся последний дизельный трак в Калифорнии. Только локальный. То есть, Over the Road, там, Вольвы 2038-го года будет еще? Ну, они будут. Будут. И я, насколько они мне сказали, это будет еще как минимум 10-15-20 лет дизельные траки будут OTR. Но все больше и больше будет входить в силу вот эта электрика. За счет, грубо говоря, компаний большего размера. Скажем, начиная там от 50-ти, да? Да. От 30-ти, наверное. Наверное. Плюс-минус, да. Не, ну, это нас ждут challenging times. Как это правильно сказать? Challenging times. Не знаю, но я думаю, люди поймут. Но тяжелые точно. Тяжелые, да. Не, ну, видишь, это уже как считается как монополия. То есть, они сейчас просто поставят всех перед фактом, и ты хочешь остаться в бизнесе, покупай 5% траков. Думай, что делать. Ну, 10%. 5 на сегодняшний день в Калифорнии. Надо делать charging stations, чтобы продавать их. Не знаю. Не знаю. Что-то надо делать. Что-то надо думать. Потому что оно двигается все... Опять же, все идет по плану, только план херовый, да? Для нас, для них все нормально. Надо записать себе это выражение. Да, ну, ребята, я не знаю, вы напишите мне свои мысли, потому что, я уверен, у кого-то из вас тоже есть информация по поводу, как оно будет и что с этим делать. Хорошо. Возьмем по поводу того, как оно будет. Мы уже представим, что так и будет, да? То есть, не будет никаких там изменений в законодательстве. И в двадцать седьмом году нам компании Alville скажут, что вот там, например, на каждые 100 траков вы должны будете купить 10 электрических daycab. Я пока что себе это не могу представить. Я могу себе это представить, только если параллельно с этим поднимутся рейты, чтобы я мог просто позволить себе, чтобы наша компания могла позволить себе их покупать и находить им работу. Я думаю, что на 10% локальной работы просто придется поменять немножко стратегию, структуру перевозки грузов. Логистику, в принципе, надо поменять. Да, то есть, свозить сюда для того, чтобы люди возили их на long haul на дизельных траках. Да. Я так думаю. Так оно и будет, потому что по-другому ты ничего не сделаешь. Просто видишь еще другой момент. Смотри, большинство компаний в Чикаго, возьмем только Чикаго, они не имеют своей парковки. Потому что возьми тот же из Дэнди. Там есть компании, у которых по 30-40 траков. У них офис, например, где-нибудь в Плазе, где там сидит аккаунтинг. А все остальное, например, в Кишиневе или в Киеве или в Сербии где-нибудь. Да. А где им ставить эти зарядные устройства, когда в компании 50 траков? К нам? К нам будут. А, кстати, я забыл сказать, что полная зарядка занимает от 3,5 до 4 часов одного трака. Ну, к нам. Да. Это хорошо. Но мы говорим про Чикаго, Эрвио. Везде они будут. Этих вархаусов, шапов уже очень много. Но они будут заряжать свои траки. Допустим, мы сейчас даже не берем аутсайд кастомеров, хотя это хорошая модель бизнеса. Ну, репейр шап. Не очень. Ну, почему так? Почему шапу банкротится? Давай не будем отходить. Опять. А то сейчас опять придем куда-то к лодкам или к самолетам. К самолетам. Мы не поговорили за них. Опять же, это все дискуссия. Мы сейчас не решим глобальную мировую проблему, но это хорошая пища для размышлений. И я обожаю свою аудиторию. У меня есть такие образованные, эрудированные… Искушенные. Да. Зрители, которые я, если честно, иногда зачитываюсь в этих длинных, грамотных комментариях, которые некоторые даже меняют немножко мое восприятие того, что я сам сказал. Я не говорю, что я с этим соглашаюсь, но мне интересна другая позиция, которая грамотно. Со мной абсолютно не совпадает, например, в плане политики или финансов, или ведения бизнеса. Но человек грамотно умеет ее описать. Я такие люблю. Поэтому, ребята, электрические траки. Осталось всего нам два года. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Мне будет очень интересно это прочитать. Хочешь, не хочешь, это произойдет. Как? Да. Давай перейдем к другой тоже немаловажной теме. Это финансирование банки и процентная ставка на сегодняшний день. Что изменилось с того момента, когда у тебя был план в январе, в начале этого года дойти, добавить, чтобы в компании было 50 траков до 175, плюс-минус. Да. Изменилось ли что-то у тебя в отношениях с банками? Изменилась ли… Покупательная способность? Нет, не покупательная способность, а берешь ли ты, например, уже не на 4 года, а на 5 или на 6. Понял. Какой процент у тебя остался такой же, или он уже, как и у всех, вырос? А делаешь ли ты deferrals, да? Делаешь ли ты… Я понял. …возвраты? В работе с банками какие изменения у тебя произошли? Изначально, как мы говорили в январе, да, или когда-то было… Январь, да. Да, я сказал про план, про этот год. Пока что все идет по плану. По херовому это уже. Ну, здесь не знаю еще, посмотрим. Я тебя буду подкалывать. Витя Агрессивный и его херовый план. Кстати, надо заголовок поставить наш, Витя Агрессивный с херовым планом. Вот по поводу банков ничего не поменялось. Но здесь надо ремарочку сделать. Банков, которые финансируют траки – это разные вещи, да? Финансовые структуры, которые финансируют свой продукт, и банки, которые финансируют чужие продукты – это две разные вещи. Это разный риск, это разная инфраструктура. Хорошо, с кем ты работаешь? Что я имею в виду по этому? Я заказал Питербильты. Я не знаю, говорил или нет. Вот они приходят через неделю. И они все финансированы от Packer Financial. Или Packer Financial. Каждый называет, как хочет. Но только они, мне кажется, и дадут мне финансирование. Если даже я пошел бы в какой-то ABC Financial, они, мне кажется, не дадут. Ты имеешь в виду ABC Financial или ABC Bank? Или ABC Bank. Но Bank, мне кажется, еще хуже. Потому что банки вообще уходят с этой индустрии. Все больше и больше уходят от финансирования траковых компаний или же equipment. Слишком много банкротств lately. Слишком много банкротств. И это, в принципе, хорошо, если честно. Но Packer Financial, потому что он финансирует свой продукт, ему надо избавиться от этого продукта. Поэтому они дают финансирование. Нелегко, но более или менее с ними можно работать. Я могу тебя спросить, какой процент? Можно 8.49. 8.49 от Packer. Это финансирование от производителя. Да. Окей. Это реально то, что есть сейчас. Freightliner, ты меня тогда спросил, я тебе сказал, сколько мы заказали, на все мы получили approval. Ты меня спросил тогда, я еще помню. Хорошо, назови-то сумму твоей line of credit. Я тебе сказал, я не знаю, какая мне сумма line of credit. Мне просто финансист сказал, у тебя все траки прунт. Потом, естественно, я не мог спать. Я потом пошел и позвонил ему. Говорю, слушай, мне задали вопрос, я не смог ответить. Это неправильно. Скажи мне сумму. Мне сказали, 12,5 миллионов долларов. Мой line of credit с Daimler Financial. Да, Daimler. Конкретно только от Daimler. 12,5 миллионов. Плюс-минус такой же у них, как и у Pocar Financial. Если я не ошибаюсь, 8,79 или 8,89. А у них почему-то, у нас тоже с ними, у них выше процентов. Почему-то у Daimler. Я скажу, по мне, у Volvo самый высокий. Но мне кажется, это потому, что у меня нет такой еще наработанности с ними. Скорее всего. Да. Я приведу тебе свой пример. То, что с Volvo меньше 8 у нас, а с Pocar больше, чем 8,7. Ну, видишь, у меня, у меня Pocar меньше. Пока что не пользуемся. У меня с Pocar было несколько лет. У нас нет. У меня с Daimler много лет уже, каждый год. А с Volvo мне дают, если не ошибаюсь, 8,9 или что-то типа того. В районе. То есть, у меня, ну, порядком там на процент или больше. Ну, соответственно, сколько ты покупаешь через Volvo Financial, сколько Apple. Это две разные вещи абсолютно. Да, ну, дело не в этом, знаешь. Понятно, мы тут не занимаемся, там, меряемся или нет. Просто я уверен, что люди, которые сейчас слушают, просто им элементарно, они понимают соотношение рейтов, что сейчас. Да. Потому что кто-то говорит, что я беру по 12, и это нормально. Для кого-то 9 нормально. Но, вообще, для каждого нормальный процент свой. То есть, это зависит от размера компании, от здоровья. Financial health, если правильно это можно перевести как-то. Ну да. Поэтому, ну, вот был разговор у меня с одним из финансистов, которого ты тоже с ним знаком. Да. Я ему задал конкретно вопрос, если я буду твоим клиентом, у меня будет какая-то плюс-минус, все нормально в компании. И на сегодняшний день я захочу купить там 10, 20, 100 траков. Меня банк апрувует на 12 процентов. Что ты мне скажешь сделать? Он говорит, однозначно не покупать по 12 процентов. То есть, все, что в двойных цифрах, double digits на сегодня, это категорическое нет из-за состояния рынка. Вот, я хотел дальше продолжить. Вот это финансирование своего продукта, да, оно, естественно, будет чуть-чуть ниже. Да, это нормально. Потому что это свой продукт, там риска меньше. Там инфраструктура под этот продукт создана уже, у них маржинальность большая, да. То есть, они могут тебе позволить. А вот, я тебе могу сказать так, трейлера, вот это проблема. Ну, во всяком случае, у меня это проблема. Почему? Ну, потому что у меня нет такого процента на трейлерах. Ты международного низкого? Да, у меня нету 8 на трейлерах. А кто финансирует трейлеры? Ну, разные, разные институты. Ну, видишь, у utility нету своего финансирования. У грейдена нету своего финансирования. У керрера нету своего финансирования. У термокинга тоже нету. Поэтому приходится использовать другие финансовые институты, да. И там мне дают чуть больше. Порядка десяти. Порядка десяти. То есть, это уже так, если... И от этого я начал думать. То есть, план у меня остался такой же. Но я чуть-чуть поменял. Я взял самые-самые лучшие рейты финансирования, да. И мы возьмем порядка тридцати трейлеров из того разряда финансирования, да. А двадцать-двадцать пять реферов попробую Лиз в этом году. Потому что... Какая стоимость Лиза, кстати, если ты уже интересовался? Не интересовался, я уже подписал контракт. Сколько стоит? Тысячу триста пятьдесят пять долларов. Две тысячи двадцать пятого года рефер в Лиза. Бранню. На какой контракт? Два года. Два года. Да. Бранню. Две тысячи двадцать пятого года. Но это явно выгоднее на сегодняшний день. Ну, сделай математику. Возьми... Ну, просто калькулятор. Девяносто... Скажем, три или девяносто пять тысяч долларов. Ну, не моя стоимость, но любого другого человека. Под десять процентов. Под десять процентов тебе будет две сто где-то payment в месяц. Минус тысячи триста пятьдесят пять. Вот тебе выйдет семьсот пятьдесят долларов, грубо говоря, разница. Вот тебе вот и разница в этом. И плюс не забывайте, два года пользуешься новым трейлером. Бранню трейлером. Да-да, это, кстати, у меня, знаешь, последнее время, кстати, на платформе Minect, которую я активно пользуюсь, ребята, ссылка в описании. Если у вас есть ко мне любой вопрос по бизнесу, по семье, личный, просто поговорить, переходите по ссылочке в описании, Minect, задавайте вопросы, сто процентов получаете ответ. Несколько раз люди задавали вопросы, почему мы не берем в лис или почему кто-то берет в лис и не покупает. Здесь, как я объясняю, нет какой-то одной правильной системы. Тут нужно смотреть конкретно под свою компанию и что на сегодняшний день И под реалий рынка. Потому что под больше чем девять, девять с половиной, ладно, пусть будет десять процентов, нету смысла финансироваться. Это прямая дорога в никуда. Но многие так и делают, да, очень многие так и делают. Здесь уже включаются... От незнания, скорее всего, я думаю. Или неправильного понимания, что лис, это значит, я этим не владею, а значит, я вот только куплю. У многих людей просто в голове неправильно, неправильно, то есть я плачу не за свой трейлер. Как будто бы ты здесь платишь за свой трейлер, да. Если человек сейчас просто возьмет калькулятор, я могу тебе его сейчас сделать и математику. Тысяча триста пятьдесят пять долларов. Я не говорю за другие там лизовые компании, которые мне непонятны, которые там дают там за две тысячи или за две с чем-то. А могу спросить, кто дает? Ну, у тебя даже гости были. Работает, работает, ребята, реклама. Поэтому ссылочка на сотрудничество тоже пишите. Там на email мне на сотрудничество. Тысяча триста пятьдесят пять долларов. Да? Умножаем. А, и кстати, из этих двух лет... Какого цвета у тебя машина, кстати? Нет у меня машины. Не красная? А он с полочкой, кстати, меня послушал. Тысяча триста пятьдесят пять. И они дают месяц for free. То есть бесплатно еще. Если мы берем просто вот на пятьдесят... На шестьдесят месяцев, да? То есть два месяца будет for free. Мы просто умножим это на пятьдесят восемь, и ты заплатишь семьдесят восемь шестьсот. Там есть одно но. Там двадцать пять центов за каждый час работы платишь. Но это три тысячи в год. На пять лет это пятнадцать тысяч часов будет. Грубо говоря. Множить на ноль двадцать пять. То есть это еще три тысячи семьсот пятьдесят долларов. И вместе там... То есть ты семьдесят девять тысяч. Ты заплатишь за пять лет. Зализ. Да, деньги в никуда. Тебе ничего не остается. Теперь возьми две тысячи долларов... Нет, две сто. Возьми две сто. Умножим на шестьдесят месяцев. На обычное финансирование, да? Ты заплатил сто двадцать шесть тысяч. Да? Ну тебе осталось... И накатал еще и часов туда намотал. Ну... Столько же. Столько же. Но тебе остается свой рифер через пять лет. Который стоит сколько? Тисточки пять. Тридцать? Тридцать, думаю, да. На сегодняшний день может быть и двадцать пять. Ну а сейчас он и двадцать может и не стоить. Ну а так нормально. Он просто никому не нужен сейчас. А в обычное время... Сколько? Тридцать? Тридцать две пятьсот поставим. Ну что бы ни тебе, ни мне. Да. Вот тебе. Ты заплатил девяносто три тысячи. Там ты заплатил семьдесят восемь. Ты там заплатил семьдесят восемь или семьдесят девять. А здесь ты заплатил девяносто три. Четырнадцать тысяч разница на рифере. Четырнадцать тысяч умножить на десять риферов. Ребята, я хочу, чтобы все, кто задавались вопросом по поводу лизинга, трака или трейлера, вот прям переслушайте еще раз эту информацию, сделайте свою математику. Это не цифры из не знаю откуда, это я лично подписал контракт. Точка. То есть это конкретно контрактные цифры. Не то, что там кто-то рассказал. Тоже знаешь, там вот когда мы с Виктором сняли это интервью, понятно, неважно там, всегда будут разные мнения, но вот были такие мнения, кто сегодня будет там у тебя эти трейлера арендовать, такой рынок. Ребята, я не буду придумывать, что это кто-то или Виктор Барнович тоже не будет придумывать. Вот сидит человек, который взял трейлера в аренду по отличной цене, мне кажется, и оба в этом выигрывают, в этом рынке один продолжает растить свой лизинговый бизнес, а второй по выгодным рейтам получает себе brand new трейлера, не используя свою кредитную историю. Я вижу в этом. Ну и да и нет. Я уже разговаривал с своим бухгалтером по этому поводу. Я показал реальные цифры, показал сколько я заплачу и так далее. То есть мы обсудили эту стратегию, поняли, что для cash flow компании это хорошо, для отчетности это плохо. Поэтому пришли к выводу, что нельзя 100% флита иметь в лизе, и не надо 100% покупать. Надо иметь баланс. Как минимум на сегодняшний день, следующий год у тебя меньше пеймент будет. Будет cash flow, меньше пеймент. Конечно. Это ты уже помогаешь своей компании. И плюс не забывайте новый трейлер. И каждые два года, если, давай скажем условно, что ты понял, что для твоего бизнеса 30% твоего флита будет лизовый, грубо говоря, да. То вот 30% ты каждые два года просто обновляешь флит. А самый большой maintenance происходит после третьего года. Третий, четвертый, пятый, ты можешь в этот трейлер очень много денег получить. Подожди. А когда ты подписал этот лиз? Вчера вечером. То есть после выхода видео моего с Виктором, да? Угу. Нет, я не увидел никакого, что на счет там что-то зашло, или там пришло какой-то бонус. Но я могу подтвердить имейлом то, что начал я с ними разговаривать месяца два назад. Просто подписал контракт еще. У меня еще было непонятно в голове. То есть таким лишающим фактором все-таки, ну все равно ничего не зашло даже за это. Добивочный в голову, да. Хедшот. Ну ничего, я люблю делать добрые дела, поэтому я рад, что у вас двоих все хорошо. Ну я это взял не у Виктора. Это не у Виктора. А, так ты же сказал, что у Виктора. Я? Да, ты сказал общего знакомого, с кем ты видео снимал. Нет, ты, нет, это было в другом контексте. У Виктора я знаю цены, у него цены. А, все. Понял. Больше даже, чем payment. А я видишь. Да, я тебя правильно понял. Это я взял конкретно в лиз у компании Extra Lease, которая самая большая лизинговая компания в Америке. Понял. Нет, нет, нет. У Виктора я не могу взять и не взял бы никакой в жизни, честно. Потому что у него тот же самый payment, что и у меня, если бы я профинансировал. Значит, следующее видео снимаем секс-релизом. Нет смысла. Ну, снимайте какие-то. Честно, у них цены очень хорошие. А почему ты думаешь такая разница? Просто на объеме у них могут больше позволить? Они 60 тысяч трейлеров. Ой, е-мое. Как ты думаешь? Здесь это не единственный сейвинг. Они мне дали сумму. Я уже как бы здесь эту сумму не могу говорить. Но у них стоимость рефера намного дешевле. То есть я на physical insurance задекларирую намного меньше, чем бы я задекларировал, если бы я его купил бы. То есть там тоже сейвинг. Это большой сейвинг, получается? Я говорю, там со многих сторон есть сейвинг. Хорошо, а по тракам ты не думал такую стратегию применить? Чтобы взять не все, но частично. Тех же 20 траков в Лиз. Да я бы это не делал. И даже бы в Лиз не брал бы, если у меня было бы хорошее финансирование. Это делается только в момент, в кризисные моменты, когда плохое финансирование. Если у меня будет 6% финансирования, зачем мне Лиз? Понимаешь? Это я делаю только потому, что я не могу все трейлера профинансировать более или менее, более или менее. Как-то хоть профинансировать. Я их финансирую дорого. Вместо того, чтобы, как Дэвид сказал, за 12%, вместо того, чтобы финансировать за 12%, я лучше в Лиз возьму. Честно. Если у меня будет возможность их купить за 6-7%, мне этот экстрализа нафиг не нужен. Понял. Поэтому как-то так. Давай перейдем к зарплате водителя на сегодняшний день. Давай. Опять же, возвращаемся к январю 24 года, когда мы с тобой последний раз записывали видео. Изменилось ли у тебя в компании что-то в оплате водителю в плане зарплаты? Нет. Абсолютно ничего не поменялось. У тебя была... Какая зарплата была и осталась? 70 центов за мелью или 30% от груза. Это водитель выбирается, да? Да. Поначалу, да. Ну, а ты... Вот... Я тебе так... Можно в лоб сразу вопрос? А ты смотрел на рынке, что сейчас... Ты здоровый вообще, да? Да. Что сейчас таких зарплат нету. Не ты единственный, который мне задаешь этот вопрос. Мне этот вопрос задают все, и включая его в офисе. Ну, у меня есть, опять же, мой любимый ответ. Все идет по плану. Просто план кинул. Поэтому я могу... Знаешь... Я этим могу отмазаться вообще от всего, знаешь. Я все больше и больше начинаю верить твоему плану, что... План крыновый, да? Нет, действительно. Смотри, сейчас... Объясню. У нас много компаний на рынке, да? Да. Поэтому я вообще не считаю, что вот здесь там я, ты, кто-то еще, что это какой-то создаст прям большую конкуренцию. Да нет. Всем это капля в море. Вот именно, да. Но... Но... Такой рынок, да? Смотри. Да. Из-за такого рынка брокера могут себе позволить платить меньше, и мы берем эти грузы. Да. То же самое кастомеры. Да. С директ... Да. Я понял. С контрактными грузами, они делают то же самое. Я знаю. Они знают, что ты придешь, потому что ты хочешь прямую линию, контрактный груз. Они тебе дадут точно такую же и в случаях некоторых, как и спад-маркет. Угу. Поэтому в таких случаях лучше спад-маркет, потому что у тебя хотя бы есть шанс что-то вырвать где-то получше. Кстати, ты видел SWIFT? Самая большая траковая компания. Большую часть своего флита перешла на спад-маркет. Нет. Они ушли от контрактных грузов и перевели, я не знаю, не буду сейчас врать, 20% флита своего или 30% флита своего перешли на спад-овый рынок. Это где-то в... Это есть официально. Конечно, да. Это статья была. Надо будет посмотреть. Но давай вернемся к вопросу зарплат. Угу. Рынок сейчас в таком положении, что, ну, каждая компания, это даже не для того, чтобы кто-то зарабатывал с этого с понижением зарплат. Это для того, чтобы компания продолжала свою работу и существование. Да. И те компании, которые не подстраиваются... Да. Как бы я понимаю, что лучше зарплата, но, скорее всего, у тебя все траки заняты. Я не думаю, что у тебя свободные траки стоят. Ни одного абсолютно. Я тебе больше скажу. Я думаю, что если ты подстроишься под рынок, под зарплату, от тебя никто не уйдет. Потому что нет таких компаний, вот в такой модели работы, как у тебя и у меня, которые бы тоже платили 70 центов. Где-то локальные, где-то паршала. Может быть, кто-то там, единицы. Скорее всего, есть такие. Но я не думаю, что в таких размерах, как ты, компании, которые могут позволить платить себе на рифере сегодня 75 центов. Не 75. Сори, 70. Да. Я... Ваня вырежу. 75, 75. Сейчас водители у тебя все начнут звонить. А почему у меня 70? Нет. Объясню. Есть объяснение, на самом деле. Может, оно нелогичное, может, оно неправильное, но объяснение есть. Опять же, я не хочу отказываться от траков, которые мы заказали, потому что это все-таки... И для того, чтобы компания вот шла, куда она стремится, то есть надо было сделать так, чтобы она работала нон-стоп. Это номер один. А для того, чтобы она работала нон-стоп, чтобы траки не стояли, да, нужно платить чуть больше. Это номер один. Номер два. Сейчас есть возможность в траковых компаниях, какой возможности не было раньше, и я, в принципе, никогда не видел такую возможность, как сейчас, нанять или же определиться с правильным pool of drivers, как это будет выбор хорошего качественного водителя. То есть то, что ты платишь на пару центов больше, чем рынок, дает тебе возможность выбрать правильных водителей, с кем можно будет дальше расти, с кем можно будет дальше повышать, но зато есть кому повысить. Существует такое понятие, которое очень мало людей в принципе в бизнес понимают ее, это quality of drivers, то есть качество водителя. оно на самом деле очень сильно влияет на бизнес. Я добавлю, все знают это понятие, но только все считают себя качественным водителем. Ты спроси у любого водителя, ты качественный водитель. Не-не-не, я с тобой согласен, каждый будет себя согласен, но здесь уже нам выбирать, а не им. Мне, честно, глубоко все равно то, что они думают про себя, честно, извините. Это здесь нам уже выбирать, хороший ты или не хороший водитель. Будем мы с тобой сотрудничать или не будем мы с тобой сотрудничать. Точно так же, как они думают про наши компании. Для кого-то мы очень плохая компания, а ты очень хорошая компания, вы очень хорошая компания. Или наоборот. Поэтому им все равно, что я думаю про себя, а я думаю про себя, что мы хорошая компания. Но все-таки ты думаешь про них и платишь больше зарплаты. меня больше вот это вот так вот так вот я и говорю мы очень много водителей увольняем вот мы всегда достигаем то есть сто процентов траков которые работают и мы сразу же делаем начинаем делать такс список следующий которого мы увольняем и вот и мы реально увольняем там ну не знаю по 5 заказаки правильно не просто так увольняйте она конечно но просто так зачем увольнять нет вот я и говорю что мы фокусируем хорошую команду именно водителей и поэтому да мы нам надо платить чуть больше если взять в математику это все там эти деньги можно в принципе заработать в другом месте то есть экономить в другом месте и заплатить чуть больше здесь но зато хорошие водители принесут тебе на самом деле пассивного дохода то есть меньше клеймов меньше проблем с брокерами можно за счет них или с помощью их можно построить правильные контракты можно много чего добиться с помощью хороших водителей а хороший водитель либо ты ему платишь хорошо либо он уйдет надо ему дать не давать повод купить себе трак давай так скажи хорошо учитывая что рынок чуть-чуть восстанавливается но мы работаем в минус а дата на дата да и мы осознанно работаем в минус осознанно мы это делаем плюс насколько это может продолжаться сколько вы можете работать так вот я хотел сказать плюс мне кажется уже поздно что-то делать нет ну почему поздно не поздно но ты сам сказал что рынок чуть поднимется просто это хорошая возможность быстрее восстановить компанию опять дело идет не в твоих личных каких-то финансовых выгодах чтобы ты там догадь богаче стал а чтобы твоя компания сохранилась и ты смог платить тем же водителям чтобы ты не прекратил свое существование из-за рынка это зависит не от тебя не от меня это рынок сейчас диктует нам свои правила и он может в один день просто все перевернуть и завтра мы на свою компанию можем посмотреть абсолютно по-другому мы же не говорим о стечении обстоятельств мы же не говорим о такой разнице в зарплатах как допустим 50 и 70 говорим о так ну да но мы говорим про 175 траков ну и ну за 5 центов разница у нас половина компонент если посчитать это большая разница грани у нас половина компания работает на процентах если пересчитать вот что сейчас может 30 процентов сколько это если перевести в центры плюс-минус 70 нет меньше меньше то есть часть водителей сами выбирают быть на центах на часть хотят быть на процентах да окей есть какие-то планы пересматривать например компенсейшен пленда ли зарплата на следующие скажем там три месяца июнь июль август не любую сторону нет ни в плюс не в минус нет пока что будем так работать опять же все идет по плану мы знаем все покажет время если я ошибся в этом значит я не должен быть в этом бизнесе вот и все но вообще понятие бизнеса очень простое если ты ушел с этого бизнеса есть ты обанкротился это все очень просто тебя здесь не должно было быть хорошо если ты был в этом бизнесе 10 лет или 15 неважно хоть 35 если ты обанкротился значит это обвинять маркет это удел слабых честно но это это большая причина большая причина чего то что компании выходят из бизнеса хорошоult одискованные выходят из бизнеса который я признаю эту намного умнее меня и всех людей моей компании желали их взятых не согласен есть большие компании которые были компания значит кумбная компания значит они неправильно распределить распределись извините своими деньгами своими финансами или же потратили слишком много или же чего-то много другого произошло не бывает такого чтобы очень умная хорошо поставленная компания вышла из бизнеса, а маленькая, глупая, простая компания, какая-то там дешевая компания, еще осталась в бизнесе, такого не существует. В бизнесе остаются только те, которые правильно и грамотно делают бизнес. Я думаю, что мы можем с тобой долго на эту тему говорить. Давай тут остановимся. Ребята, напишите, что вы думаете, потому что мы с Виктором не согласны на этом моменте. Напишите, что вы думаете. Если я не прав в этом, я увижу больше комментариев, то я тогда перейду все-таки на сторону плана. Любой из нас двоих, если уйдет с этого бизнеса, значит так оно должно было быть. Я на это смотрю философ так, что если меня не станет, значит мне не должно было быть здесь. Я просто беру у кого-то. Кто-то другой должен это делать из-за меня. Вот так просто все. Расскажи мне, потому что в этом вопросе я не очень сильно просвещен. Мне кажется, мы с тобой, когда говорили, ты сказал, что у тебя будет что сказать по этому поводу. Сейчас последние полгода, наверное, возможно больше. Я просто слышу это последние полгода. Но не вникал. Как он повлияет на сферу грузоперевозок в ближайшее время или в следующие несколько лет? Ну и я немного чего знаю про AI. Я не говорил, что я какую-то информацию поделюсь. Какая-то мысль просто. Ну за мысль, наверное, у нас всех есть. Учитывая, что товарищ Маск говорит, и как он сказал, что General AI, который самый умный AI, который должен появиться, он должен появиться либо в этом году, либо в следующем году. А General AI это уже именно человеческие мозги умножить на тысячу, или как он говорил, на миллион, или сколько-то там было бы. Поэтому и как глава Майкрософта сказал, ребята, прекращайте идти на программистов, потому что программисты нам скоро не нужны будут, а я и буду программировать в разы лучше, чем вы. То есть все YouTube-каналы, которые сейчас рекламируют школы программирования... Ну они поэтому и рекламируют эти школы, потому что они знают, что у них еще осталось лет пять срубить куш. А то есть есть еще немножко времени? Ну есть, конечно. AI это не будет, там, пятиминутное, знаешь. То я думаю, мое мнение, что AI сильно ударит по нам. Объясню как. Возможно, в нашу пользу. Возможно, в нашу пользу. Я думаю, что диспетчера исчезнут. Честно. Профессия диспетчера исчезнет. Но это не сейчас, через пять лет. Как мне теперь об этом сказать? Не надо говорить. Пусть AI сам с ним скажет. Честно, я думаю, что AI через максимум 3-4-5 лет сможет планировать логистику твоей компании. И нужны будут несколько менеджеров, которые будут руководить этим процессом. Вот и все. Вот так я думаю. Все большие компании, типа PowerData, типа, там, Alvisa и так далее и тому подобное, они все переходят потихонечку и начинают интегрировать AI в свои процессы для того, чтобы минимизировать расходы на сотрудников. И вообще, в принципе, manpower уменьшить, да? И посмотри, это на самом деле происходит. Возьми там какую-то программу, TMS, Transportation Management System. Она уже делает большую часть. Она уже делает большую часть, да. И оно будет все дальше и дальше, и дальше, да. К этому идти. Как это модное слово диджитализация, она происходит, хочешь не хочешь. Я думаю, что AI даже будет за рулем трака или, ну, типа, водить трак или как-то так. Нет, на самом деле очень интересная тема. Я с тобой, у меня нет аргументов, потому что я еще в этой теме не разбирался, именно как она повлияет на нашу сферу грузоперевозок и владельцев траковых компаний. У нас электрические траки, AI. То есть у нас следующие несколько лет, я так понимаю, слабый маркет нам покажется еще таким нормальным временем, учитывая то, что нас ждет уже не так... Это не за горами. Не за горами, да. Да, это все-таки близко. И оно произойдет. Даже эти autonomous trucks без водителей, да, все говорят, что они 50-100 лет и так далее. Нет, это не так все далеко. Это не так все близко, но это не так и далеко. Но это уже, по крайней мере, это в какую-то сторону движется. Знаешь, в Freight Waves там была тоже статья написана интересная. И там было сказано так. Если ты читаешь эту статью сейчас, сегодня, и ты трак-драйвер, то есть ты за рулем трака, то ты закончишь свою карьеру трак-драйвером. Что они имели в виду? Они имеют в виду, что еще... Ты сможешь продолжать работать на траке еще очень много лет. То есть профессия не исчезнет. Абсолютно. Просто изменится. Ну... Я смотрел, слушал недавно, я был на форуме, который проходил. Это, правда, давно уже было. Это было в сентябре прошлого года, где был представитель одной из компаний по AI. Их, если я не ошибаюсь, ой, не AI, а Autonomous Tracks, автономные траки. Их, если, как они сказали, их три в Америке сейчас самые такие основные, которые уже тестируют такие грузы в Техасе. Да, и их делают. Между Лоредо и Сан-Антонио, по-моему. Да, да, да. Вот. Пиво. Они вводят пиво. Да. И вот на тот момент, когда они только это говорили, да, то есть он говорит, вот смотрите, там, пять лет назад это все пока что было в разговорах, никто в это не верил, мы уже есть, мы уже это делаем. Посмотрите, что через год эти траки будут просто на дорогах, особенно пока что в Техасе. Там другая проблема, что не все штаты, а эти траки должны пройти по законодательству. Конечно. То есть они должны быть разрешены. Это и будет самая большая проблема, да. Уже несколько штатов на тот момент, еще на сентябрь 2023 года, которые уже одобрили это. И я почему-то думаю, что если от этого будет толк, другие штаты, так же, как и вот от Калифорнии, все это с эмиссией, да, и с электронными траками, оно, скорее всего, тоже будет распространяться на другие штаты. Единственное, трак-драйвер, да, он никуда не уйдет, поменяется только это процесс доставки грузов, потому что я думаю, что, да, будут ошибки, будут аварии, будет много недочетов, над которыми они будут работать и исправлять. Так же, как было когда-то там с той же Теслой. Сейчас Тесла может на автопилоте доехать от Колста до Колста. И, ну, факт, человеческий фактор доставки на компанию, он останется. Конечно. Вопрос остается только в том, что когда траки разных компаний доставляют это все в разные компании, дистрибьюторские центры, кто будет отвечать во всех этих штатах, да, во всех этих разных компаниях, кто будет иметь право садиться внутрь этого трака для того, чтобы там запарковать его в док или переставить, или любые другие движения сделать, потому что это элементарно liability, ответственность, страховка. То есть очень много всего должно быть на законодательном уровне быть изменено, чтобы это работало. Поэтому оно уже работает. Я просто, и я могу ошибаться, но вот логически размышляя, я не вижу, что это будет там следующие два года. Нет. Что вот сейчас ко мне на территорию приехал автономный трак, запарковался, и там даже наш какой-нибудь сотрудник на Ферклифте его начал разгружать. Это он приехал, нужно понять, кто это, что это. Ты заметь одну вещь. Очень много вархаусов в последнее время строятся где-то на периферии больших городов. Это же не зря все. Но они вот строятся там, сотни тысяч этих scorefoots, scorefoots, они строятся вот именно для этого, что вот эти autonomous trucks будут приезжать до периферии, то есть до там 20-30 миль от города. А электрические траки будут оттуда подбирать? А электрические дайкэбы будут с водителями, с живыми водителями будут оттуда подбирать и делать уже доставку непосредственно в городах. Я сильно сомневаюсь, что autonomous truck поедет, им разрешат поехать в Чикаго. Или там в Лос-Анджелес, или в Нью-Йорк, боже упаси. Поэтому, мне кажется, инфраструктура в следующие 20-30 лет, она будет выглядеть вот так. Да, интересно будет наблюдать за этим, потому что это будет, вот скажем, последние 10 лет, я не думаю, что были какие-то кардинальные изменения вообще в перевозках. Мы как ездили на этих траках дизельных, немножко меняется их вид, но особо ничего не изменилось. Значит, мы имеем AI, мы имеем автономные траки, и мы имеем электрические траки, которые уже существуют. И это вопрос времени, только когда оно все войдет в такое действие, что мы просто увидим этот эффект. И, как ты говоришь, если ты не должен был здесь быть, то просто многие, я думаю, что возможен такой вариант, многие не захотят так работать. Потому что это абсолютно, мы возьмем old school people, возьмем старая школа, люди, которые там, я не говорю про нас, я говорю, например, про людей, которые там 30-40 лет этим занимаются, и теперь ему уже вот там на пенсию, знаешь, скоро идти. А ему теперь нужно работать с AI. Ну, то есть, знаешь, человек с возрастом к этому всему новому. Да мы говорим даже и о нас. Я не знаю, кто из нас после стольких многих лет захочет прям таких кардинальных перевозков. Честно, не хочется. Ну, вот я и говорю, да. Интересно. Мне было бы интересно понаблюдать со стороны, как у других компаний будет. С лодки где-то там. Ну, возможно, с лодки, посматривая часы. Мне было бы интереснее. Так, я не уверен, что я к этому готов. Вот честно. Я не уверен, что... Но я понимаю, что индустрия тебя заставит это делать. Но я не уверен, захочу ли я это делать. Иногда просто легче просто выходить. Поэтому и надо сейчас быстро что-то создать и быстро свалить. Вот это уже не херовый план. Это хороший план. Ну, я про херовый план так просто посмеялся. На самом деле, я думаю, что мой план хороший. Я надеюсь, что он хороший. Главное заставить противника думать, что он у тебя херовый. Тогда они не будут воспринимать тебя серьезно. Ну, пусть каждый воспринимает, как хочет. Стратегия рабочая. Да. Так что как-то так. Нас, кстати, ждут большие перемены еще и потому, что третий рифер заходит на рынок. Да, этот Cargo Bull. Да. Я уже его видел. Ты видел его? Да. И это будет безумно интересно. Кстати, я его, ребята, сейчас добавлю здесь, потому что я снимал. Немножко на видео его поснимал. Хотел добавить в один из выпусков, так и не добавил. Вот как раз это место будет вот здесь. Most dealers don't have this. There's only a handful of these in the country. There's more than one. Сейчас пробуют завести этот тейлер, и мы узнаем, по громкости, будет тише он работать, чем термокин. Вот так будет выглядеть панелька. Даже с температурой. Ребята, можно его ставить у себя в спальнике, его практически не слышно. Смотрите, я возле него разговариваю и даже не повышаю голос. Я не знаю, если вам слышно это через камеру. Ребята, сегодня находимся на конференции на тему трекинга здесь, в Чикаго. И я сейчас встретился с нашим дилером Стивеном из Midwest Utility, где мы много очень трейлеров купили. И они показывают новую модель Рифера, о которой вы мне многие говорили, особенно те, кто ездит в Европе, о компании, которая называется Cargo Bull. Потому что на сегодняшний день в США, вообще на территории Северной Америки, у нас есть только две компании, основные. Это термокинг и керрия. И уже с этого года компания Cargo Bull заходит на территорию Северной Америки. Они уже имеют партнершип с компанией Utility Trailers. И это абсолютно сейчас полностью рабочий трейлер, готов к работе. Он здесь как демо. Очень важно, что он очень тихо работает. И он уже будет полностью lifetime compliant для таких штатов, как Калифорния. То есть у них только один вариант такого юнита. Как, например, у керриера или термокинга. Там ты еще можешь выбирать, карп compliant или нет. И сколько лет ты можешь ездить в Калифорнию. Здесь только один вариант будет. А еще они добавляют сразу же с этим рифером, что тоже очень важно. А вот здесь внизу стоит вот этот вот компьютер, коробочка. Называется Telematics. Помимо того, что это уже не новое, что можно контролировать температуру и все по юниту, находясь в офисе. Точно так же оно подключено ко всем остальным моментам на трейлере. Это как электрика, лампочки, колеса, подсветка, air leak. И это все может видеть человек, который, флит-менеджер, который находится в офисе. Он сразу будет видеть, если есть какие-то поломки, неполадки с трейлером. Я считаю, это очень круто. Это очень поможет в поддержании трейлера в хорошем состоянии. Даже если водитель упустил это, не сделал PTA или просто оно случилось во время движения и водитель этого не видит. Это очень упростит работу и сделает работу, и вообще, в принципе, трагинг немножко безопаснее и менее дорогим, потому что все это будет устраняться сразу. Интересно, очень интересно. И как оно будет. И мне кажется, вот тогда мы чуть-чуть выиграем, потому что Thermo King Carrier чуть-чуть угадает. Ты думаешь? Да. Я с тобой не спорю, мне просто интересно, ты так думаешь, да? Да, уверен. Потому что если бы на рынке было бы только Volvo и Freightliner, они бы сейчас стоили бы 200 тысяч долларов. Да, но на рынке не только Volvo, Freightliner и Kenworth. Есть еще Peterbilt, есть еще International, есть еще Mac. Другие там наверняка какие-то есть. То есть их больше намного. Здесь зайдет третий. Ты видел, сколько там? Это достаточно для того, чтобы понизить хотя бы цену, хотя бы на несколько тысяч долларов. Умножь 300 на несколько тысяч долларов. Это порядка хорошая цена. Да. Я думаю, что давай мы эту тему с этим новым юнитом оставим на один из следующих выпусков. Я знаю, что у нас много ребят смотрят из Европы, кто либо ездил, либо ездил. Они знакомы с этим брендом, потому что мне давно уже несколько... Я просто не понимал сначала, а потом, когда уже вник, в комментарии прогуглил, говорят, что в Европе он занимает около 40% всего рынка. Да, он один из самых больших игроков там, поэтому он и входит сюда. Изучим эту тему. В одном из следующих подкастов обязательно более детально разберем. Я думаю, что нам даже Стивен из Midwest Utility уже даст какие-то более-менее точные цифры, потому что он сказал, что они в этом году уже его планируют продавать. Нет, они только в следующем году должны достроить вархаус. То есть не вархаус, а завод, который должны их строить. За что продал, за то купил. В следующий раз это обсудим. Думаю, на сегодня хватит. Хватит, да. Получился интересный разговор. Пошел отмечать дне рождения дочки. Да, кстати, я поздравляю тебя с днём рождением дочери. У меня дочка вчера закончила middle school, среднюю школу. Тоже поздравляю. Своего рода тоже праздник. Но я думаю, что для любого, не только родителя, не просто родителя, а для отца, у которого дочь, это принцесса. Дочка она дочка, да. Здесь ничего не скажешь. Да, я уверен, что у многих из вас, ребята, есть, у парней есть дочери, которых вы просто как принцесс на руках носите, неважно, сколько им лет, годик или уже постарше, это всегда останется ваша маленькая принцесса. Согласен. Передаю поздравления. Спасибо большое. Хорошо вам отпраздновать. Спасибо тебе за то, что пришел на подкаст. Спасибо за приглашение. Я с удовольствием рад буду видеть тебя еще раз здесь. Подискусируем на новые темы. Придумаем что-то интересное. Ребята, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте поддерживать канал лайком, подпиской и комментарием. На сегодня все. Увидимся в следующих выпусках подкаста на канале All Will. Пока-пока. До свидания. До свидания. Спасибо всем.